И к слову о чиновниках. Госдума приняла закон об увеличении пенсионного возраста для госслужащих. Нововведение вступает в силу с начала следующего года. Для мужчин планка поднимется до 65 лет, для женщин до 63. Также предусматривается постепенное увеличение минимального стажа госслужбы с 15 до 20 лет. Ожидается, что такие изменения помогут сэкономить 620 миллионов рублей для пенсионного фонда. Но главная цель законопроекта — сохранить квалифицированные кадры. Глава города Эдхам Акбулатов, которому до пенсии еще далеко, к закону относится положительно. А человеке, уверен, нужно судить не по возрасту, а по его делам. Я считаю, что работа в органах власти, она должна оцениваться по результатам труда человека. И в этой связи то, что человек, который достиг предельного по нынешним меркам возраста, может продолжать трудиться и может приносить пользу обществу, я считаю, что это вполне оправданно и вполне допустимо. Но далеко не все чиновники воспринимают закон однозначно. Одни говорят, что он возвращает страну к эпохе правления Брежнева, когда государственный аппарат почти на 90% состоял из чиновников преклонного возраста. Другие опасаются, что это новшество станет хорошей платформой для всеобщего повышения пенсионного возраста. Красноярские депутаты Госдумы тоже разделились во мнении. Петр Пимашков, Рейса Кармазина проголосовали за принятие. Дмитрий Носов против. А работающих людей спросили, а пенсионеров, ну, перед выходом на пенсию людей, кто собирается ходить, спросили, хотят ли они повышения пенсионного возраста. Так в будущее можно будет и до 90 лет его поднять, чтобы как можно меньше людей доживали до этого возраста, чтобы как можно меньше претендовали на пенсию. Очень неправильная политика ведется в пенсионном плане. Продолжение следует...